так друзья добрый день сегодня мы наш стрим начинаем среди рабочего дня пожалуйста если кто-то слышит напишите слышно ли меня и я сразу же начну сегодня я думаю что очень много слушателей у нас не будет как обычно мы привыкли по вечерам но тем не менее эту запись можно будет послушать позже я думаю что сегодня будет много интересной информации сейчас я дождусь от кого-нибудь от кого-нибудь сигнала что меня слышно уведомление youtube уже всем разослал что эфир начался так но я думаю что да звук есть у нас значит сегодня у нас второй эфир с представителями завода forza 10 первый эфир я напомню мы проводили некоторое время назад не так давно очень было много интересной информации был прямой эфир с доктором жан-андре гуидетти доктором фитофармакологом фармацевтом фитоформулист специалист по фитотерапии и кормлению мелких домашних животных вот разобрали много вопросов связанных с исследовательской базой завода forza 10 на основе которой ведущие итальянские ветеринары создали несколько уникальных линеек диет кормов для собак и кошек вот и об этих уникальных собственных разработках мы собственно и говорили в прошлый раз разобрали несколько линеек интересных и на тот момент лично мы как владельцы нескольких собак начинали переходить на корма forza 10 причем сделали этот переход довольно резким с от другого производителя нам поскольку мы еще точно так же представляем различную продукцию для животных в своем интернет-магазине в том числе и корма для животных нам всегда интересно попробовать продукцию прежде всего самим для того чтобы ее рекомендовать и нашим клиентам клиентам нашего магазина и клиентам нашего клуба потому что много подопечных собак в общем-то прислушиваются к нашему мнению и могу сказать что вот за два месяца более уже чем два месяца мы кормим своих собак несколькими диетами не не спутываясь то есть я уже рассказывал что у данной собаки довольно часто возникают проблемы с отитами с ушами и как раз таки вот эта вот диета решает эту проблему я могу сказать что в течение первого же месяца на первом мешке мы про эту проблему забыли вот так же мы нашим возрастным двум собакам начали давать начали их кормить диетой депура да верно депура вот тоже наблюдаем например я уже делал в инстаграме отзыв наш ну все довольно таки стабильно перешли на этот корм без каких-то там расстройств желудка и собака вот golden retriever например довольно активно обрастает потому что начала кушать этот корм после сезонной линьки вот и сейчас довольно активно обрастает и находится при этом в таком поддерживающем тренинге при этом чувствует себя чуть-чуть хорошо и также был были две линейки для двух еще золотистых ретриверов одной четыре года и одной собаке семь лет тоже перешли на эти корма без каких-либо проблем и сейчас довольно стабильно в общем-то этот корм кушают никаких у нас нету отрицательных наблюдений вот поэтому ну мы будем еще снимать наши отзывы по этим кормам сегодня давайте я представлю наших гостей сегодня у нас еще один представитель еще один представитель завода Forza 10 Никола Зиджотто правильно называю Тарас? Зиджотто Зиджотто доктор ветеринарной медицины и точно так же как и в прошлом эфире Тарас Лека переводчик-менеджер по экспорту компании SunnyPet Forza 10 вот давайте я их уже переключу в эфир все я вас приветствую бонжорно бонжорно да добрый день Тарас какое-то вступительное слово ваше будет или ну я бы хотел бы конечно вступить и сказать больше по этой теме но в сегодняшнем нашей передаче здесь в нашей стриминге будет все-таки лидировать Никола потому что проблема очень сильно ветеринарная и я буду выступать как переводчик давать ему голос русский и оставляя голос слово ему я бы еще хотел добавить от себя мне на самом деле вот то о чем мы будем говорить очень интересно потому что я наблюдаю действительно довольно большую проблему во-первых связанную с тем что многие корма сейчас пропадают на российском рынке но и в то же время что собаководы имеют очень много вопросов связанных именно с тем что ну не могут подобрать корма подходящий конкретно их собаке и мне например что очень интересно в кормах форза 10 что решаются там немало проблем связанных со здоровьем вот поэтому я думаю что наши эфиры будут так довольно точечно раскрывать эти моменты и мы сможем с нашими с собаководами знакомыми друзьями делиться этой информацией чтобы было довольно доходчиво прошлый наш эфир посмотрело много довольно слушателей уже потом даже в записи и говорят что вызывает доверие дальше осталось только пробовать но видите вагиф продукты forza 10 очень интересные продукты потому что они в первую очередь создавались именно для того чтобы решать проблемы какие-то животных и не просто какие-то четко это выявленные проблемы то есть сегодняшняя тема которую хочет затронуть доктор Никола Зиджотто это именно тема которая наболевшая то есть это не просто именно что-то вот так взяли лишь бы рассказать о кормах о том как их подобрать или еще чего-то действительно я получаю очень много вопросов от наших партнеров дистрибьюторов из других стран проблема серьезная то есть если раньше самая серьезная проблема самая с которой больше всего обращались к ветеринару это были проблемы кожные у животного то есть что-то там не то съел не то понюхал не то что-то случилось и у собаки и проблемы с кожей то сейчас все чаще и чаще случаются проблемы именно с с желудком с пищеварением у собак и проблема могла бы быть как-то по-другому может быть рассматривалась если бы она бы касалась только взрослых собак на сегодняшний день проблема касается очень и очень часто щенков щенков в очень раннем возрасте раньше такого не было сейчас ситуация очень сильно критически изменяется поэтому мы вот решили поделиться нашими ветеринарной такой шпаргалкой что можно сделать и от чего это происходит ну давайте наверное я все-таки оставлю слово доктору Николе потому что он имеет что рассказать по этой теме намного больше нежели я ну да ну да ну да мы уже познакомились, но если вы познакомились ты и расскажите какой-то момент для сегодняшнего встречи, и для всей этой презентации, что мы хотим сделать. Здравствуйте! Меня зовут Николай Зигиотто, как я сказал, я медицинский 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 и я лечительный менеджер для Форс 10. Добрый день! Меня зовут Николай Зигиотто, я ветеринарный врач, и менеджер интернарной поддержки в компании Форса 10. В моем работе я говорю каждый день с медицинскими медицинскими в Италии и в Европе. Благодаря моей работе мне приходится общаться каждый день с ветеринарами, с врачами-ветеринарами как в Италии так и в Европе. И что мы ветеринари видим в последний период это большое увеличение проблем с желудком, с пищеварением у животных, практически во всем мире. И то, что больше всего тревожит их как ветеринаров, это то, что эти проблемы начинают проявляться в очень раннем возрасте у щенков. Поэтому мы как Форса 10 решили поговорить сегодня именно о проблемах гастроинтестинальных, для того, чтобы понять как можно помочь животному, как можно бороться с этими проблемами благодаря питанию. Сейчас он подключит презентацию для того, чтобы было более наглядно понятно, потому что вопросы достаточно серьезные, которые необходимо рассматривать их. А как вы думаете, почему происходит такая ситуация, что сейчас все больше и больше собаками? Как вы dö, кто-то набogly? Помимо сейчас, в общем, перед Robin Мой ущерб법, а она подконкуромλε чтобы задавать эти каплюхилы и со envisionкой, возобновители гастроинтестинальными знампа? Он говорит, сейчас он будет рассказывать об этом, и он хочет сказать именно то, что отчасти, от большой части, зависит это все от того, как мы их питаем, животных. Спасибо. Мы сегодня поговорим об общих характеристиках и о фазах которых возникают проблемы как у взрослой собаки, так и у щенков. И cercheremo di dare dei consigli per vedere fin da subito quali sono i sintomi, i segni della patologia gastrointestinale. Также он даст некоторые советы для того, чтобы можно было сразу же определить проблемы, которые начинаются с желудочно-кишечным трактором у собаки. Он сразу же хочет начать с первым вопросом. Где же начинается вот этот тракт желудочно-кишечный у собак? Такой достаточно вопрос интересный. Никола Эдовый. Окей, я вам скажу. И начинается он в рту, как очень странно для меня тоже было. И уже по строению зубов мы начинаем понимать, что собаки рождены, чтобы рвать и кусать, а не для того, чтобы долго живать, как это делают травоядные. Сейчас мы посмотрим другие характеристики. По сравнению с людьми и с другими млекопитающими, желудок у собаки имеет больший размер. Это связано с тем, что собака специализируется именно на переваривании белков и жиров. И которые потом быстро всасываются в первой части кишечника. Это позволяет быстрее впитывать элементы в кишечнике без того, чтобы долго fermentировать их в кишечнике, как это происходит у травоядных. Тарас, я добавляю одну вещь. Тарас, я добавляю одну вещь. Кишечник маленький, стомак большой, извините, служит именно для того, чтобы кишечник могла бы не пить каждый день. И поэтому, когда могла бы пить, его рождение. Хорошо. Также Никола дополняет, почему же все-таки у человека маленький желудок, а у собаки большой. Потому что изначально как бы животное было, приспособилось к тому, что ему приходилось кушать не каждый день. И поэтому желудок создался намного больше для того, чтобы можно было наполнить его и сохранять питательные вещества как можно дольше. Очень важно знать, что на кишечный тракт четко определено на четыре области. Это нужно для того, чтобы потом понять, что же случается, что же происходит во время патологий. Итак, рот. Lo stomaco. Желудок. Il piccolo intestino. Тонкий кишечник. Ил grande intestino. Толстый кишечник. Начинаем с рта рассматривать. Собаки, у которых проблемы с языком или зубами, хуже жуют и, соответственно, хуже переваривают пищу. Для того, чтобы пища хорошо переваривалась, необходимо ее хорошо измельчать зубами, так как все, что плохо пережевывается, плохо переваривается, а все, что плохо переваривается приводит к диарее. Столстом. Желудок. Желудок. Т Drum psychologically. Твоё Airlines. Желудок – это первое настоящее место, где начинается пищеварение, Но также это и первый орган, в который начинает себя защищать в случае, такое слово, оскорбления. И защищает он себя через рвоту. Рвота служит для того, чтобы извергать из организма все то, что считается опасным. Рвота может быть так же в справедливых случаях, когда организм встречает какие-то токсические вещества, так и в так называемых несправедливых случаях. Как аллергия, побочные реакции на пищу, при которых иммунная система просто сходит с ума и не знает, что с этим делать. Поэтому происходит рвота. Я извиняюсь, а можно, если по ходу будут возникать вопросы? Абсолютно верно, потому что как бы предупреждены, сразу же вопросы давайте, потому что там будет намного интереснее. Лекция интересная, но, как всегда, ветеринарные лекции достаточно скучные. Но для начала нужно понять то, что происходит, для того, чтобы можно было потом четко определять, что с этим делать. Ага, могу спрашивать, да? Конечно. Вот вопрос сразу отслушателям, мне в личку, правда, пришел. Поскольку мы уже говорили, что если что-то конфликтует внутри, то вызывает рвоту. По какой причине собаки решают, допустим, сами принимают решение, сами знают, когда им нужно поесть траву, едят траву, и это сопровождается сразу же после рвоты? Никола, вопрос, где-то что-то прижас понимаете, когда они задают траву. Как вещества переживают, когда они 싣уты с пцией-то пойдут в обеще? В том числе, как это происходит, когда они должны понимать что-то, когда они они задают... Коли, когда они договорились, когда они уходят твой-то убедитель, Коуру, это иначе такое, которое с помощью,-то, это происходит, так, что, ну, это не сопровождается рвотой, да, собака, ну, ест и ест траву, а бывает, что, вот, действительно, ты знаешь, что собаке, там, плохо, либо у нее расстройство, и она еще ест траву, и сразу же буквально это вызывает такую вот реакцию. Да. Дискать, что обычно обычно, когда они едут, когда они едут, но он говорит, что когда они едут, когда они едут, они едут, что они едут. Да, это очень важно. После того, как он едут, он умерет, что мог бы было дать остаток? это происходит потому что когда собака рвет она извергает все то что организм не подошло из желудка но вместе с работой выходит и часть еды которые животные съела которая уже прошла в первую часть кишечника то есть тонкий кишечник поэтому когда собака съедает траву то есть вот эти листики травы длинные это говорит о том что собака съедает очень длинные пищевые волокна то есть клетчатку и эта фибра лунга serve proprio per accelerare l'eliminazione di quello che c'è nell'intestину и это необходимо именно для того чтобы ускорить процесс извержения всего того что попала в кишечник То есть он говорит, что это, получается, природный способ организма собаки для того, чтобы выбросить из своего организма все, что, скажем так, ему не понравилось, или он его посчитал токсичным, как через рвоту, как первый механизм, так и поедая вот эту траву для того, чтобы ускорить процесс выхода через кал этих элементов, то есть, возможно, даже провоцируя себе небольшую диарею. Понятно, спасибо. Grazie, poi continuiamo. Итак, возвращаемся к тонкому кишечнику. В тонком кишечнике все основные питательные вещества, белки, жиры, витамины. Структура кишечника состоит из ворсинок, которые, как видите, на картинке как пальцы. Они имеют такую возможность, как увеличивать свою удлиняться и увеличивать всасывающую поверхность. Если у собаки возникают проблемы с тонким кишечником, у нее будет достаточно небольшая диарея. Но в этот момент собака будет терять очень сильно вес, так как не усваивается пища. И теперь толстый кишечник. В толстом кишечнике в основном всасывается вода. Поэтому, когда возникают проблемы с толстой кишечником, будет очень жидкая диарея, так как вся вода выходит из толстого кишечника. Поэтому мы смогли увидеть, что есть вот эти органы. Но если бы мы растянули весь кишечник собаки, вот эти вот все ворсинки его сплющивая, то после полного раскрытия... То есть, если бы мы растянули, то площадь вот этого желудка собаки могла бы занять целиком теннисный корт. Поэтому он говорит, представьте себе, что может случиться в этом желудке на такой площади, если бы мы ее развернули. В кишечнике собаки очень много микроорганизмов, которые являются гостями хозяина. Это бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы, которые абсолютно безвредны и играют много полезных ролей для кишечника и всего организма животного. И все вместе это называется микробиота. Мы еще ее называем как микрофлора. Теперь он переходит к причинам, проблем, которые могут выживать. Многие внешние факторы могут изменить баланс кишечника. Один из них это стресс. То есть, если происходит какое-то изменение дома, где он находится в помещении, либо же вакцинация. Либо же лекарства, которые могут даваться животному, например, антибиотики. И также одна из главных ролей это может быть неправильное питание. Здесь он специфицирует, что может быть резкое изменение в питании, либо же все-таки небезопасные продукты. Мы поговорим о том, что это очень важно. Теперь он переходит к щенкам, потому что это очень важный момент. У щенков примерно до трех месяцев кишечник не полностью закрыт и между клетками есть проходы. Это абсолютно нормально. Это позволяет щенку впитывать антитела напрямую с материнским молоком. Не изменяет эти антитела. Но это также очень деликатный период, потому что у щенка развивается так называемая оральная толерантность. Это способность распознавать опасные вещества, токсичные вещества, бактерии разные. От обычных, нормальных вещества, например, белки разных животных. Поэтому нужно делать много внимания, потому что множественные изменения в питании в первые месяцы жизни щенка внести его к этой оральной толерантности, которая еще, может быть, до конца не развилась и не работать идеально. И тогда, когда эта толерантность оральная не работает идеально, организм может посчитать даже нормальные вещества как неподходящими, и отсюда возникают пищевые аллергии. Дальше мы еще раз вернемся к щенкам, чтобы посмотреть более детально. Сейчас мы поговорим об острых проблемах в кишечниках у животных, у собак. Острые формы кишечных проблем обычно вызваны неправильным питанием или инфекциями и паразитами, что часто сопровождается рвотой и диареей. Рвота и диарея быстро вызывают потерю важных элементов, таких как магний, калий и хлор. Также снижается количество полезных бактерий в микрофлоре, что сопровождается общим ухудшением кишечного баланса. И, наконец, ухудшается способность переваривать и усваивать питательные вещества. Для того, чтобы восстановить этот баланс, мы должны предоставить животному растворимую клетчатку. Электролиты. Электролиты. И легковосвояемые белки и углеводы. Электролиты. 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 Электролиты для восстановления потерянных. Как мы уже говорили, если у щенка не развивается оральная переносимость, организм может неправильно реагировать на некоторые продукты, создавая аллергические реакции. Создавая аллергия, я уже говорил. Для отверстия систему иммунитарного, можно оттягивать протеины, и для того, чтобы они не были больше расположены в систему иммунитарного. Чтобы обойти вот эту иммунную систему, которая работает неправильно, белки можно разрезать, гидролизировать, чтобы они не распознавались с иммунной системой. Для пациентов, для собак с таким родом проблем, с такой аллергией, Forza 10 разработала другой продукт, называется Gastroenteric. Этот продукт содержит 100% гидролизованные белки, рыбы и рис. А также этот продукт имеет малое содержание жира, именно для того, чтобы облегчить пищеварение. Сейчас мы переходим к хроническим проблемам кишечника. Хронические проблемы с кишечником могут быть очень серьезными. Причины их могут быть такие же, как и у острых, но есть и специфические патологии у разных пород собак. Также здесь может быть нарушение микробиота организма, потеря питательных веществ, проблемы с пищеварением и воспаления разные, которые вызывают рвоту, диарею, боль в животе, кровь, в калии. В этих случаях, при этом типе проблем, необходима пища именно с высоким содержанием клетчатки, потому что клетчатка защищает поврежденный кишечник, помогает уменьшить воспаление и ко всему позволяет вернуть микробиоту в равновесие. Для того, чтобы микробиота вернулась в равновесие, это тоже очень важная клетчатка. Здесь мы переходим к этому продукту интестинал колон, который очень интересный. Именно он содержит в себе клетчатку очень насыщенную. Этот продукт содержит водоросль Ascofilum, которая защищает кишечник и выделяет фукоиданы, обладающие противовоспалительным действием. Я себе даже немножко выписал, что такое фукоиданы, потому что для меня это было достаточно новое слово, так как я не ветеринар. И я в Википедии нашел даже такое слово, как поливалентный биомодулятор. Смесь гидролизированных и негидролизированных белков, находящихся в этом продукте, способствует облегчению пищеварения. Теперь мы переходим и возвращаемся обратно к щенка. Что же происходит? Можно ли использовать для щенка продукты для желудочно-кишечного тракта? Это вопрос очень часто задают владельцы животных. Да, для щенка продукты для желудочно-кишечного тракта в течение 15 дней. Вероятно, для щенка продукты для желудочно-кишечного тракта в течение 15 дней. Сейчас мы посмотрим, какие же можно различные факторы учитывать при использовании продуктов для щенков. В хронических проблемах можно использовать продукты для желудочно-кишечного тракта в зависимости от того, в каком находится периоде щенок. А также очень важно период в котором будет использоваться диета. Итак, мы посмотрим. Теперь мы посмотрим детали. На выбор продуктов для желудочно-кишечного тракта в зависимости от того, в каком весе учитывая щенок. Если продукты для желудочно-кишечного тракта будет использоваться более 21 дней, а щенок набрал вес, который составляет менее 50% от веса взрослой собаки, то продукт для желудочно-кишечного тракта необходимо смешивать с продуктом для щенков. Если щенок имеет от 50 до 80% веса взрослой собаки, то можно использовать только продукты для желудочно-кишечного тракта. Но здесь нужно постоянно контролировать, чтобы щенок развивался правильно. Если щенок набрал на тот период, когда у него возникает проблема более 80% веса взрослой собаки, то можно спокойно использовать продукты для желудочно-кишечного тракта также и в длительных периодах. Очень интересная схема, да, можно прям ею делиться и... Да-да-да, эта схема очень интересная, но тоже я перед тем, как мы начались встречи, я у Николы ему говорил, что это будет очень интересная шпаргалка, которая будет интересна многим и заводчикам, и владельцам животных. Единственное, что эта таблица, эта шпаргалка касается именно продуктов для желудочно-кишечного тракта. То есть какие-то другие патологии примерно должны иметь плюс-минус ту же самую таблицу, но каждая патология отличается с собой. Ну это понятно, да, но сам принцип просто трехступенчатый такой принцип, он очень интересный. Ну и Николай, мы продолжаем. Окей, мы, в общем, мы закончим. Окей, поэтому, если я должен быть смыслом со стены на продукты, то есть продукты для кучки, что мы можем дать? Мы уже подошли к последнему слайду презентации, достаточно быстро мы сегодня. Вопрос именно то, что если мы должны замешивать продукты для проблем с желудочно-кишечного тракта, тракта с продуктом папе с каким же все таки продуктом в линии форца 10 лучше всего это делать после 10 папе кондор продукту più adatto на crescita armonика del cucciolo formulato con pesce riso e ricco di integrazione в линейки forza 10 ветеринарной линейки и продукт для щенков который более подходит для смешивания с продуктами для желудочно-кишечного тракта который позволяет щенку иметь гармонический рост это продукт папе кондор и в этом продукте соотношение белков и жиров 32 16 является одним из идеальных соотношениям именно здесь мы говорим о том что протеина это рыба и рис и здесь находится и интеграционный супер тут у дикого замена кондоритина мультура протестировали артикуляции также в этом продукте имеются добавки для защиты сустав такие как кондоритина и глюкозамина глюкозамин и хондроитин да это продукт именно для щенков очень важные особенно для крупных пород которые всегда страдают с какими-то развитием суставов это продукт он является очень важным в этом и его вот мы и рекомендуем для смешивания с продуктами для желудочно-кишечного тракта в случае если щенку это необходимо боги в мы с презентации закончили поэтому как бы она была очень короткая но надеюсь что она была очень познавательная вот эта табличка можете ее сохранить поставить где-то пользоваться можно ею учитывайте то что мы говорим конкретно о продуктах форца 10 и это было именно вызвано тем что многие задавали такие вопросы и мы решили показать какие продукты как же можно использовать для для лечения для помощи щенкам именно продуктами форца 10 если какие-то там по ходу пришли вопросы то никола сможет ответить сейчас на них так а давайте мы попросим николу выйти вот а демонстрацию отключить никола поиспинеры на презентация сейчас я включу нас троих подождите так галерея да спасибо да на самом деле очень интересная презентация сейчас я некоторые вопросы еще позадаю тут некоторый диссонанс да мы привыкли что наши эфиры длятся 23 часа но на самом деле очень круто что презентация такая лаконичная пояснение по тему как нищная я думаю что слушаетм будет удобно это смотреть но он говорит что конечно heimer своим то ли мы behalf мы вам даем открыть по лунде презентации перед сопутствующих подведений итогов от меня. Во-первых, вот у нас был вопрос, Алена, в частности, спрашивает, часто клиенты рассказывают, что собаку рвет желчью, связано ли это с питанием. Вот, а мне бы хотелось тут уточнить, что зачастую собаку рвет желчью еще, наверное, когда собака, ну, либо перебой в режиме питания, да, либо собака, возможно, там, ну, от голода, не знаю, правильно ли это сказать, но долгое время не кушала. Вот действительно, по каким причинам собака рвет именно желчью, а без содержимого какого-то еще? Allora, la domanda che è arrivata, a volte succede che i cani quando vomita al liquido giallo, che è però senza cibo, Vagif specifica, che praticamente questo succede a volte, proprio quando cani digiuno, esatto. Уточнение, потому что перебой в режиме питания уже может быть связано с тем, что собака отказывается от корма. Это говорит, что на самом деле отказ животного от еды может быть признаком разных патологий, но именно специфично, когда у животного рвота именно желчью, это говорит о том, что желудок извергает именно все то, что находится в первой части cosas исследовании патологий, чьи-п DESShyо? Никола? Си? и ну собака не מא�ны не зunes но будет значит она 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 он а причем помоя проблеск но естественно что для того чтобы позволить мне перевести это как можно проще он говорит что почему именно рвота желчи то есть когда животное долго находится без еды это не значит что печень не производит свои жидкости то есть вот эту печечную жидкость и когда ее становится много в желудке то она извергается именно через работу поэтому мы и наблюдаем работу вот такой желчи это может быть возможно что это может быть легать в какой-то манер а лимитация и в смысле что он не может быть у него не может быть у него проблемы в фиге то есть он по собракарикатоно леонидом я дату по верли дата у по дифи кольта джессиве и не луна воле ки манжаре пакати к джерирну и туми про пио 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 тэкжо он подчеркивает что проблема может быть очень сильно связано с питанием потому что то что было предложено ранее животному было настолько тяжело для переваривания что животное то есть печень перегружена именно было тем чтобы выделять жидкости для для переваривания этой пищи и поэтому животное автоматически отказывается от еды именно из-за того что чувствует что печень вызывает эти сигналы которые ему не позволяют вызывает неудобства и печень продолжает все равно работать потому что думает что может быть организм будет получать опять такого рода пищу вырабатывает большое количество этих жидкостей и отсюда получаем рвоту желчью вопрос да очень сильно может быть связано с питанием тогда вот отсюда сразу вытекающий вопрос вот допустим мы перевели собаку на корма допустим на тет на тот же корм какую-то диету форза 10 собака ест там день-два ест и вдруг начинает отказываться с разными симптомами да это может быть расстройство плохой стул там ну и соответственно если отказывается первое кормление второе третье начинается вот эта рвота что же делать в таких случаях что обычно делают собаководы они начинают ну нормальная реакция метаться искать другой корм да сразу же там если бывает такое что начался там понос после первых дней все сразу прекращают этот корм потому что но переживают и начинают искать другой корм правильно ли вот так вот метаться между кормами или же все-таки необходимо дать какой-то период поддержать какими-то препаратами возможно просто вот он сейчас рассказывал что для печени собаки может быть этот корм не очень подходит что делать в общем то в таких случаях действительно ли паниковать и менять кормли корм либо дать все-таки возможность организму как-то адаптироваться никола это да что все-таки головная ответственное украшение лето или оскорбивая это Рифиута, который может быть, после двух дней, с ситомами, которые могут быть диарея, и университет. И это вопрос о том, что следует... То есть, если у него, например, что происходит? Действует... Идет, когда он, так как, 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 он, так, он. И, на вопрос ее, это лицо, или нужно будет давать время, алканы адатарси алла лимитация на allora bisogna дарун период алканы facendo улья introduzione gradualа del продукт soprattutto если facciamo 2 протеины diverse карли супер шепешешу черву черву su полу и так что говорит никола то есть естественно конечно должен при смене продукта должен быть какой-то постепенный переход особенно это если касается продуктов которые имеют в себе разные протеины то есть допустим переходим из с мяса на рыбу с рыбы на оленину или с оленины на курятину то есть эти продукты нужно именно постепенно переводить с одного корма на другой иначе такие моменты не избежать то есть если продукт если животное при смене продукта сразу же проявляется какие-то симптомы то есть не хочет видеться потому что чтобы четко определить что питание не подходит животному не достаточно несколько дней обычно проявляется четко то есть понимается как минимум спустя две недели что это питание то или иное питание может не подходить животному он должен наблюдать за этим животным не менее восьми недели да понятно спасибо за комментарий я тоже всегда рекомендую многие же берут там допустим полтора килограмма корм или два килограмма корм даже для средней крупной собаки и я всегда говорю что это не очень показательно все равно собака должна про есть какой-то объем корма чтобы понять более точную реакцию на этот корм так что верно и избегать резких изменений в продукте то есть это нужно четко понимать если вы приобретаете какой-то продукт другой марки другой на другом кота протеине то всегда должен быть четкий переходный период иначе проблем можно не избежать ну а как это пояснить что значит смешивать предыдущий корм с этим кормом правильно ли это или просто начинать с малых доз какая здесь рекомендация при смене корма да правильно ли это не накидывайте свой ай да у меня ну У сихи у сихи зата перка ко мне ммм вот Shawn корма 초 автоматажим щ domа 2 зима и он корма в аммм корма ответ от в 80, 20, 70, 30, fino a che si arriva al 100% del elemento nuovo, dopo 10 giorni. Вин и фото mescolат, esatto, mescolando uno con l'altro. Итак, то, что он говорит, обычно делается, берется 10 дней и каждый день увеличивается доза на 10%, замешивая непосредственно в тарелке для животного. То есть, если мы берем 90% старого продукта, 10% нового продукта, на второй день уже идет 80% старого продукта и 20% нового продукта. И так на 10 день, когда мы переходим на 100% нового продукта. То есть, это достаточно безопасный переходный период с одного продукта на другой. Так, ну что ж, спасибо. У меня, кстати, вот такое наблюдение. Мы брали 4 вида, 4 диеты, и 2 были там целенаправленные, да, вот Депура и Экоэктив для собак с определенной направленностью, а 2 другие диеты вот из линейки Мейнтененс и легенд Нью-Зиланд, по-моему, да? Да, Нью-Зиланд. Да, вот эти две мы брали для собак, ну, просто без каких-либо там существенных проблем. Такой интересный момент. Начали этих собак кормить этим кормом. Обе там дня через два стали от этого корма отказываться, но я заметил при кормлении, что они стали подъедать этот, то есть, у друг друга в разных мисках. Понятно, да? Не тот, который был предназначен этой собаке, а вот они друг у друга. И потом мы им поменяли, то есть, наоборот, поменялись с ними и прекрасно собаки стали есть противоположные корма. Вот такое интересное наблюдение. Это было между легендой продуктом и Маттранс, да? Да, да. Чего вы говорите, что на ассервациях, как они получили большие продукты при проваре своей корме, они получили 2 продукты с двух странами. И еще они Ико Актив, и второй и отри Депура, как он для многих немецких и т.п. а они спрашивали Легенд и Маттрансн они в пешке, которые брали для других Hawaii. После двух дней этих появ morсов Болезген и Мантеранс, они не замесли, они не могли, но они начали пробовать Christina Семкин, а имени, заcierdивают с другом, что их уравнивали, с другом Болезген, они использовали игрубые, с другом tried его знакомы, что иметьír мир, с другом Болезген, и других егенов, И в конце они скандали два продукта, и все они едут, и они едут. Причем это было настолько очевидно и резко, то есть они практически одновременно отказались от того корма, который мы им предлагали, и поменялись между собой. Очень, очень это было прям заметно, что они хотят есть другой корм. То есть он говорит, что именно в тот же момент все и две кормы, в определенном моменте, они прекратили это предложение, и они хотели бы иметь это. И еще потому что один из песен, а другой из песен. То есть, если вы видите, то есть вкусы, и один из плюс на корме, и один из плюс на корме. Николай здесь говорит, что это скорее всего личные пожелания собак, потому что один продукт это был на рыбе, да? Если не ошибаюсь. А другой продукт это оленина и ягненок. Ну, видимо, что все-таки одна из ваших собак предпочитает мясо, а другая все-таки предпочитает рыбу. Так, у нас Алена еще один вопрос задает. Еще вопрос от клиента. Продукт колонфаза 1 имеет резкий запах, отличный от повседневного корма диет. С чем связан резкий запах данного корма? С чем связан резкий запах данного корма диет. С чем связан резкий запах данного корма диет? Здесь он говорит, да, абсолютно верно. Здесь нужно учитывать то, что в этом продукте имеются вот эти вот водоросли, аскофилум. Если я не ошибаюсь по-русски, это аскофилум узловатый, бурая водоросль, которой ее очень много в этом продукте, потому что она является очень сильным поставщиком, если так можно назвать его, клетчатки. То есть, и дает вот этот как запах, такой очень сильный запах моря, и специфический вкус именно вот такой морской, именно вот этот водоросль. Ну да, да, понятно. А человеческие продукты вот эти тоже с такими добавками, они точно так же пахнут. Так, ну что, большое спасибо, я думаю, мы можем подытожить, чтобы наших слушателей потом хронометраж не пугал этого стрима. Большое спасибо, грация. Спасибо большое. Грация миле, Никола, по твоему интервенту. Спасибо большое и до свидания, до следующих встреч. Спасибо. Тарас, не отключайтесь еще там на пару слов, останемся. Все, я сейчас эфир закончу. Bye. Так, сейчас я эфир закончу. Слушателям всем большое спасибо, кто был с нами в эфире, было немного, но я с удовольствием этой ссылкой буду делиться практически со всеми. Сейчас довольно активно люди интересуются линейками Forza 10, и мы сразу же посылали вот наш первый эфир, а этот эфир еще даже, ну тоже довольно интересный, вот так скажу. С более детальными схемами, я думаю, что будет наглядно. Всем до свидания, до новых встреч. Завтра у нас эфир по пародии немецкий док, не пропускайте. Спасибо. Так, сейчас, сейчас, сейчас.